Предоставляется Ольга Анатольевна, президенту группы компании Cognitive Technologies. Книжка должна быть электронной. Вот то, что вы сейчас видите на экранах, это вы находитесь внутри мозга транспортного средства. Мы производим мозги для беспилотного наземного транспорта. И производим его по всему миру. Да, мы начали за рубежом. В 2016 году мы представили наши мозги для международных автопроизводителей. Но вы сейчас видите трамвай, это уже Москва. И вы увидите поезд, это уже РЖД. То есть то, о чем я сейчас буду говорить, я буду говорить... Знаете, есть как бы два течения. Есть вопрос освоения бюджета, а есть вопрос наполнения бюджета. Вот я сейчас буду говорить про наполнение бюджета. Потому что на текущий момент, на текущий революционный в мире момент, рынок сенсоров искусственного интеллекта и системы искусственного интеллекта для наземного транспорта это триллион семьсот восемьдесят миллионов долларов до 2022 года. И там лидеры не определены. Я в корне не согласна с выступлением господина Клименко по поводу того, что там, если что-то шевелится, то идет в Google. Google лузеры на этом направлении. Там совсем другие первые лица. И эти рынки, знаете, Владимир Владимирович Путин во время встречи, когда мы показывали технологии, вот в частности РЖД, вот эта его фраза по поводу того, что тот, кто управляет искусственным интеллектом, управляет миром, он же ведь не говорил... Это же не для журналистов было сказано. Он не говорил случайных вещей. Он сказал абсолютно в точку. Потому что можно не производить всю эту коробку. Если вы контролируете мозг внутри любой коробки, то от вас зависит вся дальнейшая жизнь этой инфраструктуры. Когда мы начинаем работать здесь, мы говорим о том, что сейчас и только ближайшие три года у России есть возможность не просто войти в этот рынок, а занять лидирующую позицию. Там пусто. Вот сейчас идет раздача как? И здесь как бы три ключевых момента. Первый технологический, и за технологический мы отвечаем. То есть вот сейчас на уровне технологий, это не только Комнинсик, я могу назвать, еще четыре компании, которые реально показывают лучшую технологию. Когда мы приходили на американский рынок, все вот так вот морщили нас, что из России, вы что. Потом Убер убил человека. А мы показали, почему он убил человека на экспертизе на суде. И показали, как не убить этого человека в этой же ситуации, на этих же видеофайлах. Все, контракт был у нас. Технологическая сторона сейчас. Те ребята, которых производят наши вузы, они занимают первые места на всех хакатонах, лабораториях и так далее. Это бизнес молодых, это от 19 до 35 лет. И за эту часть мы отвечаем. Вы нам очень нужны, потому что мы проваливаемся на законодательной части. С 16 по 18 год законодатели ЕС и затем законодатели США приняли серию законов. У меня есть эти номера 347-й 2012, 351-й 2012 и так далее. У меня есть вся законодательная база, мы с ними работали как эксперты. Приняли серию законов об обязательной сертификации уровней автономности, интеллектуальности транспортных средств и об обязательном их установке системы активной безопасности и экстренном торможении на транспортные средства в Европе и в Америке. До 2022 года этот закон вступает в полную силу. И там, и там. О чем это говорит? Если мы не примем симметричное законодательство в нашей стране, они нас туда не пустят, а к нам они все приедут. И в этом смысле я хочу сказать, что вот сейчас перед нами серьезный вопрос о том, что у нас есть возможность наполнить наши бюджеты, бюджеты нашей страны триллионами. Мы можем вернуть себе технологическую площадку в лидирующей группе. В этой группе пока нету выигравших, есть пробующие. И мы подготовили набор предложений, которые отправили вчера в субботу в Комитет по промышленности, которые касаются стандартизации системы активной безопасности, формирования требований процедур по сертификации таких систем на территории России, обеспечения возможностей и регламентирования процедур оснащения такими системами автомобилей в эксплуатации, стимулирование использования данных систем отдельными группами владельцев автомобилей, пассажирские и коммерческие перевозки и стимулирование массового использования системы активной безопасности за счет возможности применения льготных тарифов по ОСАГО. Я заканчиваю и скажу буквально еще две цифры. По данным Непроводственной организации Сирии, в 2018 году в стране, в гражданской войне, которая идет в Сирии, погибло приблизительно около 7 тысяч мирных граждан. По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2018 году на дорогах России погибло 18 тысяч 214 человек и 214 тысяч 853 человека ранены. Я думаю, что если я сейчас спрошу, вот и существуют люди в зале, у которых никогда в семье не было автомобильных аварий, поднимите руку. Один человек. Я была в автомобильной аварии, у меня погиб мой учитель в лобовом споткновении. Это война, это война за состояние наших жизней на дорогах. Нет, надо привести автомобильные движения в порядок. В этом нет ничего смешного. Я понимаю, что вы устали, вам хочется развлекаться. Но это не тема для развлечений. Это только внедрение. Я даю следующую цифру. Это тоже как бы работа с МВД. Практика действий водителя такова, что если он будет предупрежден о риске ДТП хотя бы за полсекунды, риск уникновения аварии снижается на 60%. А если предупреждение поступит за 2,5 секунды, то удастся избежать более 90% ДТП. Вот это просто цифры. Это не мои цифры, это ГАИ. И, дорогие господа и депутаты, мы очень просим помочь всей стране, помочь нам с вами, для того, чтобы установить безопасный и очень доходный в смысле экспорта бизнес в области беспилотного транспорта. Спасибо. Спасибо, Ольга Анатольевна.